Всем привет! С вами Татьяна и сегодня будем готовить меренговый рулет с лимонным курдом. Для начала отделим белки от желтков. Нам понадобится 220 грамм белков, это приблизительно 6 яиц. Белки используем для меренгового рулета, а желтки для курда. Первым делом приготовим лимонный курд. Необходимо снять цедру одного лимона. Обратите внимание, что снимаем только желтую часть, иначе цедра будет горчить. Сока нам понадобится 115 грамм. На этом у меня ушло 2 лимона. Сок и цедру помещаем в сотейник с толстым дном и к ним добавляем 70 грамм сахара. В отдельной емкости смешиваем 40 грамм сахара и 15 грамм кукурузного крахмала. В желтки добавляем смесь сахара с кукурузным крахмалом и все тщательно перемешиваем. Сок с цедрой ставим на плиту и доводим до кипения. А далее горячий сок тонкой струйкой вливаем в яичную смесь, при этом постоянно помешивая. Переливаем все назад в сотейник и возвращаем на плиту. Ставим на маленький огонь и постоянно помешиваем до тех пор, пока курт не загустеет. Добавляем в курт 100 грамм масла и все тщательно перемешиваем. Рецепт с количеством ингредиентов вы найдете в описании под этим видео. После этого накрываем пленкой в контакт и оставляем остужаться. Теперь приступим к меренговому рулету. Белки отправляем в дежу миксера и начинаем взбивать на средних оборотах. Когда белки взбились до состояния пивной пены, добавляем постепенно сахар в несколько приемов. Далее добавляем щепотку лимонной кислоты. Она помогает убрать яичный запах и привкус. Вместо лимонной кислоты можно использовать лимонный сок. Понадобится около 10-15 грамм. Белки взбиваем до того момента, пока они не начнут тянуться за венчиком, как на видео. И в самом конце добавляем 25 грамм кукурузного крахмала. После этого уже не нужно взбивать массу, а просто перемешиваем ее с крахмалом. Буквально около 40 секунд. На взбивание у меня ушло около 15 минут. Застилаем противень силиконизированным пергаментом и выкладываем массу. Шпателем равномерно все распределяем. Духовка должна быть уже разогрета на 150 градусов. Присыпаем миндальными лепестками и отправляем выпекаться на 40 минут. После того, как и меренгу поставили в духовку, уменьшаем температуру до 140 градусов. Пока выпекается меренга, приготовим крем. Нам понадобится 200 грамм крем сыра, 50 грамм сливок для взбивания 33-35% и 40 грамм сахарной пудры. Все хорошо взбиваем. По желанию в конце можно добавить ванильный экстракт. Достаем меренгу из духовки и накрываем ее еще одним листом пергамента. Сверху решеткой все переворачиваем. Достаем решетку из-под рулеты и снимаем пергаментный лист. Делаем это сразу, пока он еще горячий. После того, как меренга остынет, равномерно наносим крем. А сверху лимонный курт при помощи кондитерского мешка. Курт можно отсадить таким образом, либо распределить его по всей поверхности рулета. Далее при помощи пергамента вот таким образом аккуратно заворачиваем рулет. Убираем его на 1 час в холодильник для стабилизации. А далее наслаждаемся нежнейшим его вкусом. Задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки и не забудьте подписаться. До встречи на канале ТК ПС-3!